Дамы и господа, я вас всех приветствую! С вами Саня, вы на канале Саня Ченнел. Такой вот старенький, добренький каналчик, который существует уже очень давно, но давно на нём ничего не выходило. Давно, очень давно я хотел всё это дело поправить, но всё, что-то не выходило, что-то не срасталось, поэтому поправлять с вами мы будем это всё сегодня. Итак, давно меня не было, давно мы с вами не виделись, не слышались. Сегодня, я думаю, что мы начнём проходить вот эту вот замечательную, старую, замечательную, ну, лично для меня уже ставшей классикой, игру, которая называется «Мафия». Начнём мы сегодня проходить эту замечательную игру. Мы уже с вами в главном меню. Я очень хотел, чтобы вы послушали этот саундтрек, потому что он просто великолепный, но мы его всё-таки приглушим, потому что, ну, сами понимаете. Потом YouTube скажет мне, типа, давай, до свидания, и всё. Всё. Вот. Поэтому, чтобы видео не заблокировали, ничего такого не было, звук я выключу. Итак, давайте мы начнём. Я не очень помню, что как. Давайте нажмём кнопку «Вступление», и у нас, видимо, загружается первая миссия, которая называется «Пролог». Я надеюсь, что всё будет слышно, всё будет нормально, будет слышно достаточно игру, будет достаточно слышно меня. Вот. Первый выпуск, так сказать, после долгого перерыва, я уже всё забыл, как и что. Поэтому попробуем так. Потом, если вдруг какие-то косяки будут в нашем первом выпуске, мы поправим. О, боже мой. Всё равно этот саундтрек, хоть я и выключу музыку, возможно, он очень громко работает, поэтому мне придётся немножко поднять голос, чтобы меня было слышно. Ну, давайте просто помолчим и насладимся вот этим великолепием 2002 года, я вам напомню. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все старые добрые места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вот, кажется, сейчас у нас будет начало. Метро, или как это обозвать, Джулиана Стрит, вот он наш главный герой. Метро, или как это обозвать, Джулиана Стрит. Вот, потому что всё-таки, ну, игра старая. В игре вы все прекрасно видите, какая графика. Но всегда говорилось, главное здесь не графика. В этой игре главный сюжет. И сюжет здесь просто прекрасен. А графика это так, второстепенно. Поэтому... Простите за задержку, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил. Понимаете? Что вам принести, сэр? Только кофе. В сию минуту. Я не привык сидеть задним столом с такими, как вы. У меня к вам деловое предложение, детектив. Я не бизнесмен. А если бы даже был им, то не стал бы вести дела с людьми вроде вас. Я тоже редко имею дело с людьми вашего сорта. Но моё предложение особенное. Это будет полезно вам, вашему начальству и мне самому. Речь идёт о чём-то вроде сделки. Сделки? Ну, скажем, я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации. Об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше. А у меня, с другой стороны, есть причины не хотеть... Ваш кофе, сэр. Спасибо. У меня есть веские причины желать, чтобы меня больше не причисляли к этой организации. Из этого дела очень нелегко выйти, вы понимаете? Думаю, что понял, откуда вы пришли. Ваша голова потяжелеет на пару пуль, если вы быстро не исчезнете, так? Это не единственная причина. У вас есть дети, детектив? У меня жена и дочь. И я не хочу, чтобы у них были из-за меня неприятности. Да? Да, но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита-макаронника. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не задаром. Мы можем договориться. Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Чертовски много говорит. Вы как-то связаны с ним? Можно и так сказать. Я работал на него несколько лет. Теперь он хочет устранить меня. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Имена, даты, банковские счета, все. Хватит, чтобы его засадить до конца жизни. Я не Санте-Клаус. Чтобы обратиться к шефу, мне нужно уже сейчас знать все. Я должен быть уверен, что в суде вы расскажете тоже. Конечно. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. Ладно, у меня есть время. Я слушаю. Вот так вот все и начинается. Правда, не началась игра, к сожалению. Потому что, видимо, я выбрал вкладку вступление. Поэтому сейчас мы выберем вкладку новая. И, наконец-таки, начнем познавать этот прекрасный мир. Новая игра. Опять-таки у нас весь этот видос. Мы его скипаем и скипаем разговор. Первая наша миссия, которая называется «Невозможно отказаться». Сейчас она загрузится, и мы с вами начнем, начнем, начнем в это играть. Жду-не дождусь. Я обожаю эту игру. Осень. 1930-й. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Работает и хорошо, да. Опа. Опа, опа, опа. Там должен был быть саундтрек, я вам скажу. Это тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами с Альери. С Альери. Старый добрый С Альери. Без музыки это, конечно, так себе выглядит. Саундтрек все-таки, ну, саундтрек делает вещи, да. Может быть, я все-таки его включу, просто потише сделаю, поэтому... Я только что поставил машину, и вдруг услышал, вдруг, страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали. Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться оттуда. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне пошли. Шевелись, давай. Так, пацаны, куда едем? Куда едем. Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее. Еще быстрее, чем Сэм. И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть и поставить. Так, управление на стрелочках. Так, так, так. Отличное начало. Шевелись! Так, мне непривычно немножко играть. Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Так, они у нас на хвосте, я вижу. Пошел ты. А-а-а! Так. Господи, ты не можешь чуть побыстрее. Да я могу побыстрее. Ты видишь, на чем я езжу? Это, блин, это же не приора. Придурок, гони! Ты мне говоришь это? Ты сам стреляй. Так, а что-то у меня как-то это самое подтормаживает. Почему? Игра 2002 года тормозит на моем компьютере. Или я что-то не понимаю. ТТП. Водитель хочет скрыться. Но об этом позднее. У нас на хвосте. Мое такси! Мое такси, ты как-то долго думал над этим, да? Заколебали, а? Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй! 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 Жми-жми-жми-жми-жми-жми-жми-жми-жми-жми. Да, это же не гоночная машина. Да, это не гоночная машина. У нас тем временем справа снизу видно бензобак, как стрелочка уходит вниз. Но, насколько я понимаю, у нас машина, по-моему, не заглохнет. Так, там у кого-то одно хп. А это плохо. Один хп, это немножко маловато. Ну, давай, Драндулет, разгоняйся ты! В этой игре есть такой режим, который называется прогулка. И вот, соответственно, когда эта игра появилась, я играл только в прогулки, потому что я был еще малой. И вот там дается вот такая же, вот эта самая машина, вот эта, таксичная, блин. Кажется, мы проиграли. Ноль хп там у одного. Поле мертв. Эх ты, Поле, ёптвою. За ногу. Да-да-да, давай, это я все понял. Поехали, поехали, поехали. Надо переигрывать. Давай, поехали. Стартуй, оторвись от хвоста. Полетели. Педаль в пол. Первая, вторая с хрустом. Мы взлетаем. Поедем сюда. Как от них... Что они такие, блин, шустрые, а? Вот я даже не знаю, как их обмануть. Я помню еще с тех пор самых давних. То, что на самом деле от них, ну, надо скилл. Нужен скилл, чтобы от них оторваться. Но я вот понимаю, что они любят вот обгонять слева. Поэтому их можно впечатать, например, в столб. Только у меня это что-то не выходит. Ну, вот в машину можно немножко их впечатать. Что она не едет-то, блин? Если что, я жму стрелочку, но она реально какая-то очень тупая, очень какая-то тормознутая. У нас, по-моему, я не знаю, в современном мире, как бы, таксистый там Солярис едет там порезвее. Да, давай, правильно, пацаны, в столбец. А мы-то что? Я не хотел в столбец, мне нужно было только их. Ну, давай, а, ну что ты, ёпт. Сколько в тебе лошадиных сил-то? Десять, что ли? Карета, блин, еще на колесах, блин, с сундуком сзади. Так, пацаны, иди, коротый, в столб отсюда, нафиг. Так, 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 у нас есть шансы. Слева сверху такое вот пародия миникарты, потому что тогда еще, видимо, не придумали такого понятия как миникарты, ну или они не очень-то и хотели. Поэтому есть вот такой вот радар. На этом радаре вот эта вот там черная, ой, черная красная точка есть, это вот эти наши преследователи. И что-то, блин, даже несмотря на то, что так вроде все складывается нормально, ну, у них машина тупо мощнее, чем наша. Вот сейчас мы видим, я жму педаль в пол, они, скорее всего, тоже жмут педаль в пол, но они нас догоняют, естественно. Ну, что сделать, что сделать? Они там вон сами немножко куда-то, видимо, впечатались. Так. Я не разобрался, куда мне ехать, тормоза у нее классные, а она тормозит так же, как и разгоняется, поэтому... Так, чувак, прости, я там сбил кого-то. Как, как, как ты сказал, черномазый таксист? Стоп, они, они... Нет, я хотел сказать, они от нас опять отстали, но что-то пошло не так. Да хуй ты тут ездишь-то, а! Хреново еще то, что они, ну, не важно, они все равно знают, где мы. То есть не получится тут как-то завернуть куда-то в переулок, да, в надежде, что они не увидят, куда мы повернули, за нами не поедут. Тут так, к сожалению, не работает. Они, ну, там на своем ботовском уровне знают, куда мы поехали, где мы, поэтому все очень сложно. Так, давай, 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 братан. Твой, твой, э, э, э! Брат, там твой трамвай был. Брат, дайте мне пушку, а? Я как-то, по-моему, побыстрее с ними бы разобрался. Как бы, стреляйте, поводили-то, чё вы, я не понимаю. Вы вроде стреляете, а стреляете непонятно куда, блин. О, они опять едут. Ёп, в вашу телегу, блин. Пацаны, ну чё вы такого натворили-то, а? Ну, что, что, блин. Гангстеры, блин. Даже не смогли от других гангстеров уехать, или на своем корыте. Так, вроде я сюда еду, да? Блин, ни хрена я не сюда еду, я хотел на мост. На мост Джулиана, который красный. А я в итоге сейчас опять под ним окажусь, а не на нем. Да. Она не поворачивает. Оторвались? О, оторвались. Неплохо. Привезите гангстера в Барсальере. У нас появился таймер. Слева сверху стрелочка, которая указывает примерный путь. Ну, в принципе, я и в игру-то играл, поэтому я знаю, как там ехать туда. Так что, ничего страшного. Тут есть карта по кнопочке Tab. Ну, вот она вот так вот выглядит. То есть, мы не можем по ней не перемещаться, ничего. Она привязана к нашему персонажу, поэтому только так. Но все равно, все равно на ней можно разглядеть, куда, на какую дорогу надо повернуть, чтобы попасть туда или еще куда-то. Вот. На карте вот наша желтая стрелочка, соответственно, да, это мы. И синенькой показана точка, куда нам нужно. Так, я надеюсь, у нее правда же бензин не кончится, да, потому что стрелка уже давно на нуле. Вот сейчас я вижу лампочку, начало моргать. Ну, я надеюсь, все будет путем. Что еще там можно здесь по интерфейсу рассказать? Как я уже сказал, слева сверху пародия миникарты. Там же стрелочка, которая показывает направление, в какой стороне наша точка. Справа часики, секундомер, соответственно, на некоторых миссиях он появляется. И вот пока минутная стрелка не прошла вот эту красную зону, мы должны успеть, соответственно. Вот. Слева, снизу наше ХП. Наше ХП это красные. Красный прямоугольничек, то есть у нас их больше всех 89. И потом это наши пассажиры. Одного 69, у другого 36. Там по картинкам не очень понятно, кто есть кто. Я так понимаю, что у... Все равно я не понимаю. То ли у поля 69, то ли у Сэма 36, то ли что, то ли ничего не понятно, короче. То есть самое поле, это те пацаны, которых я, собственно, везу. Которые нас, так сказать, поймали, в общем, машину, остановили нас. Ну как остановили, мы и так стояли. Они сами нас нашли. Поэтому вот так вот. Ну, может хоть денег заплатят, все-таки. Мне там и машину надо отремонтировать. Да и вообще, извините меня, тут и помереть можно было бы. Мне кажется, это должно стоить денег. В конце концов, и их шкуру спасли. Вот. Справа, снизу, понятно, спидометр. Передача показывается у нас одометр. Тахометр слева, снизу. По центру, снизу стрелочка датчик уровня топлива. И справа, снизу, там в круглешочке буковка А. Это то, что автоматическая трансмиссия. Так, нам сюда. Мы приехали. Спидометр, кстати, надо будет поменять. Там он стоит в милях. Там какой-то чел в радиаторе у нас. Спасибо за помощь. Вас ничего не смущает, нет? Он все еще там? Он еще ковыряется у нас в радиаторе? Тайм-код, тайм-код напишите. Здорово, трудяги. Кто знает, тот знает. Я не знаю, кто это такой, непонятно. Блин, а ведь не драпает, а? Реально стоит и ждет. Ему сказали, подожди. Он стоит, ждет. Не уезжает. Я вот даже не знаю, уехал бы я на его месте, например, или нет. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Ну, что-то, кажется, пацаны о нас разговаривают. Чем-то мы им, видимо, не понравились. Что-то они уставились на нас. Что-то так себе все это выглядит, если честно. Так. Томми Хилфигер наш заволновался. Вышел Сэм. Томми что-то на очко сел. Пацаны обменялись взглядами. Замедленная съемка. Вот это лица. Ну, 2002 год. Сердце, сердце бьется. Машина не заводится. Он думает, что он сейчас вытащит ствол. Оп. Мистер Сальери. Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен. Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи. Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту. Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь. У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя. Ладно, ладно, я подумаю над этим. Спасибо. Правда, спасибо. Что за квадратики? Я лучше поеду. Проверю машину и все такое. Хорошо, я понимаю. Обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами. Будь осторожен, парень. То есть вас не напрягает это, сел? Я раньше таких глюков никогда не видел в этой игре. Всегда было все более-менее. Меня чуть инфаркт не хватил. Там было куда больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником. Верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле. Но, как любила говорить моя мама, никогда не знаешь, что господь припас для тебя. Вот такая вот наша первая встреча с ребятками в Сальери. Сэм и Полли все-таки доехали мы. Оторвались от других каких-то плохих ребят. Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Дали нам денег. Сказали, что все рады и благодарны. Ну и то, что если нам вдруг нужна работа, мы всегда можем прийти. Так, километров в час я поставлю. Здесь меня больше ничего не интересует, в принципе. Ладно, ладно. В общем, ну вот такая вот наша первая миссия. Вторая миссия. Бегущий человек. Или как она там называется, я что-то не помню. В общем, ну мы же таксисты, да? Ну и вот мы и начинаем нашу таксистскую деятельность. Вот. В общем-то, камера здесь как бы не поворачивается в этой игре. Ее можно крутить на какие-то клавиши, то ли на нумпаде, то ли не на нумпаде. Что-то не получается у меня. В общем, мышкой здесь ее как в GTA крутить нельзя. Ее можно на какую-то кнопку крутить. Но я не знаю на какую, но выглядит это так себе. Там вообще, по-моему, так. На карту я посмотрел. Видно, куда их надо нам на мост. Там справа мостик. Мы по нему и проедем. Камера, насколько я помню, она даже если найти кнопку, то она крутится вот где она стоит. Вот она повернется вправо и влево. То есть она даже не вокруг машины это будет делать, а за ее спиной. Вот. Правило, не правило? В жопу, что называется, правило. У нас же никто не остановит. Ну, как бы, понятно, да? Графика у нас стоит на максимум, но количество полигонов на этой машине вы просто почитайте и напишите в комментариях, сколько вы их насчитали. Так. Тормоза, как я уже говорил, у нее так себе. Едет она тоже так себе. Ford Model T, по-моему, не нам... Вот, который справа едет. Ненамного медленней. Но... Что есть, то есть. В общем, выполним сейчас эту миссию с вами. Я думаю, что она не очень длинная. Покатаемся с людьми, повозим их. И посмотрим, что же Томми надумает дальше. А, ну, мы все прекрасно понимаем, что он надумает. Ведь игра длинная, это только начало. Все, первый пассажир ушел. Дал нам за проезд, неизвестно сколько. И мы парковались, там сразу стоял второй. Мне нужно в больницу. Нет проблем. Нет проблем, брат. Садись. Садись, поехали. Я тебя завезу. Дофиз у тебя. Быстро, 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 дофизу. Доставьте пассажира в больницу, я даже пристать не успел. Ну и ладно. Следующий пункт, какая-то больница. Я даже помню, где она находится, потому что в режиме прогулки это единственное место, где можно было захавать за 2000 баксов. Захавать там можно было аптечку, ну потому что, если ты кроме такси все-таки там еще, ну, любишь погонять, пострелять, там это все тоже возможно, в принципе. Может быть мы с вами потом, когда пройдем сюжетку, заглянем и туда, а к тому же, когда мы придем в сюжетку, там большая прогулка режима откроется. Я не очень помню, чем они отличаются, но, по-моему, в большой прогулке просто открыта вся карта. То есть тут помимо этого города, по которому мы сейчас с вами ездим, есть еще и, во-первых, отдаленные вот эти вот районы, типа Кобакен и там еще снизу под ним есть райончик. Вот, Кобакен, по-моему, открыт, а вот райончик снизу, он закрыт. Мы когда от них угоняли, там было видно, там дорога переграждена была, заграждения стояли. Вот, помимо всего этого, есть и сельская местность здесь, которая также у нас, ну, на данный момент закрыта, но очень скоро, продвигаясь по сюжетной линии, мы с вами поедем, конечно, и туда. Вот. Вообще, я надеюсь, что хоть игра и старая, хоть она уже, ну, сами видите, какой графон, но надеюсь, что в нее играли все. Все, кто это сейчас смотрит, все в нее играли и, в принципе, понимают, что и как здесь вообще в этой игре. Ну, а если вы не играли, то просто смотрите этот проходняк и все будет понятно. Следующего пассажира мы привезли, там девушка стоит, я так понимаю, к нам сейчас сядет. Следующий будет наш пассажир. Мне повезло, что вы здесь, мне нужно доехать до театра, поезжать через мост Джулиано, так быстрее. Давай, садись, поехали. Доставьте пассажиров в театр на центральном острове, переехав через мост Джулиано. Ну, поехали, мост Джулиано, это вот этот красный. Поэтому поехали до моста с Джулиано, вот. Собственно, 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 первая мафия, проходим первую мафию, играем потом во вторую мафию, проходим вторую мафию. Также есть еще третья мафия, но в третью мафию, извините меня, играть я не могу. Не буду. Просто потому что там очень плохо все с физикой, да и... Ну, в основном с физикой. Там очень ущербная физика, в общем, ну, просто третья мафия, это уже не то. Вот, просматривайте проходняк первый, посмотрите на проходняк второй, ну, который попозже, естественно, тоже появится. Вот. Ну, и можете сами просто посмотреть видосы на ютюбе, их же много, видосы, типа, проходняк третьей мафии. И просто поймите, что, ну, она, ну, лично для меня она реально ужасная, поэтому я в нее играть не буду, вы уж меня извините. Почему я вообще начал проходить мафию? Потому что появилась, грубо говоря, мафия ремейк. И вот, соответственно, в мафию ремейк я еще не играл, и я очень хочу. Что такое мафия ремейк? Это та же мафия, в которую мы с вами играем сейчас. Ну, как та же. У нее точно такой же сюжет, но она уже с современной графикой. Поэтому мне так интересно очень. Поиграть я еще не успел, поэтому мы поиграем в нее вместе с вами. Ну, а, соответственно, чтобы вместе с вами в нее нам поиграть, нужно пройти... Отвезите меня в Хобокин, в Барпампеи. Конечно, садитесь. Нужно пройти все остальное, поэтому мы с вами сейчас здесь. Хобокин, в Барпампеи. Кажется, нам опять на мост. Ручничок, ручничок здесь есть в этой игре, хоть что-то. Сейчас поедем на мостик. Светофоры не светофоры, ничего я не соблюдаю. Мне, как говорится, на все пофигу. Очень я надеюсь, что со звуком все нормально, что меня слышно, что игру слышно, и что, в принципе, все нормально. Вот. Ну, я делал очень много тестов, прежде чем начать именно уже снимать игру. Именно то, что вы видите сейчас. Я там делал много исходников, проверял все. Ну, вроде все было нормально. Как оно получится на самом деле, пока непонятно. Мусора? Ах, блин, не вышло. Ладно, штраф. Остановимся. Так, так, как. Из машины правой кнопкой мыши выходить. Штраф, так штраф. Да я здесь, что меня ловить-то? Кто? Я? Что? Чего вообще? Кто? Что? А что, коп в воздухе висит, нормально вообще? Ну, ладно, командир. Вот бабки. Конечно, не повторится, братан. Ты только за угу заедь, и больше не повторится. Ага. Ну, вот примерно вот так вот выглядит, собственно, перемещение за Томми, за персонажа. Честно сказать, все такое резкое, и я не понимаю, что вообще с кадрами происходит. Их 30 или что. То ли я что-то неправильно настроил, то ли мне что-то непонятно. Но я попробую потом что-то подстроить, поднастроить, посмотреть после этого видоса. Поэтому надеюсь, что поправим. Думаю, что все поправимо. Вот. Вообще, раньше этот канал был сборником видосов по трейнзу. Потому что я делал стримы по игре трейнз-симулятор. То есть, это симулятор, грубо говоря, вождения поезда. Вот. И в трейнзе есть, естественно, мультиплеер. Ну, там он такой неразвитый. То есть, да, есть там небольшое сообщество, которое устраивает, грубо говоря, мультиплееры в трейнзе. Вот. И я раньше активно очень принимал участие в этом. Но потом уже со временем... Даже не то, что мне стало неинтересно. Ну, просто пропало свободное время. И поэтому мультиплееры прекратились. Ну, и в целом, канал стал заброшенным. Сейчас, спустя уже вот реально довольно много времени, я решил, что... Ну, почему бы не попробовать? Ты будешь выходить, нет? Почему бы не попробовать? Получится? Хорошо. Не получится? Ну и... Ладно. Поэтому канал остался старый. Здесь полторы тысячи подписчиков. Тогда я получил, собрал полторы тысячи подписчиков. Это было для меня очень много. Поэтому канал остался тот же. Если вы, ребята, подписались на меня в свое время только ради трейнза, то, в принципе, наверное, вы можете уже отписаться от меня. Потому что... Ну, трейнз я навряд ли буду снимать. То есть, я думаю, что мой канал на данный момент и в будущем, он будет больше вот именно игровым. То есть, я буду снимать видосы по различным играм, которые играю, прохожу. Может быть, какие-то мультиплеерные игры. Может быть, потом в кооперативе с кем-то мы будем во что-то играть. Вот. Ну и потом, скорее всего, появятся какие-то... Скажем так, лайв. Что, придурочный? Ты что орешь? А я куда еду? Ну так вот. Ну и потом, я думаю, что появятся какие-то лайв-видосы, где, может быть, мы будем что-то делать, так сказать, в жизни, да? Будет смотреть, как я там живу, не живу, что вообще туда-сюда. Может быть, какой-то автоконтент. Потому что у меня есть машина, я езжу на машине, я всегда любил машины, и поэтому, почему бы и нет. Вот. Ну, просто у меня во владении довольно скучная машина, и с ней делать-то по факту, ну, нечего. То, что с ней можно сделать, оно... Я думаю, что просто никому не будет интересно. Поэтому я ничего не записывал по этому поводу. Вот. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Минус стекло. Подыши воздухом, братишка. Ну так вот. Поэтому я ничего не снимал по этой машине. Но, возможно, в будущем что-то и поменяется. К тому же, я очень сильно надеюсь, что в моей семье скоро появится другой автомобиль. И вот, когда появится другой автомобиль, то там уже, я вам обещаю, там контент будет то, что нужно. Вот такие пироги. Вы только что кого-то сбили. Стойте! Я не останусь в этой машине ни минуты. А, то есть, еще и проиграть можно? Стал богу, хоть не сначала, я уж и испугался. А чё? Только что кого-то сбили. Он сам переходил дорогу, вы видели его вообще? Там не пешеходового перехода, ничего не было. Чё он дорога переходит? Проблем, садитесь в машину. Садись уже, давай, а. Поедем через мост Джулиано, а потом... Покемон. Поедем через мост Джулиано, потом через туннель. Куда вы едете? Вы что не знаете, где мост? Куда вы едете? Куда вы едете? На мост, ее... Придурочная. Интересно, вот сейчас опять? Когда мы будем заезжать вот на эту гору, скажет про то, что я не знаю, где может Джулиано и куда я еду. Узнаем. Машину какую-то влево клонит, я ее вправе, она левее. А, ему чуть скорость, мой не нравится. Так, там. А мне кажется, что мы едем с Джулиано, я сказал, по мосту Джулиано. Ага, ага, ага. Вы что, не знаете, где он находится? Так. Товарищи полицаи. Да в смысле, блин, 60 же было. Это что, 60 Камачи это превышение скорости? Это придурки. Чего меня догонять? Ну куда ты... Наконец-то. Ладно, командир, вот бабки. Да. Надеюсь, как вы получите. Да, с такими штрафами, как у вас, так и не заработать нихрена будет. Так, садись. Поехали. Заводи, поехали. Эти же петухи еще и за мной едут, а? И как? Так, тут есть какая-то клавиша? Ограничились в скорости. О. Ну, это, конечно, так себе. Так, я нашел, как коробку переключить. Камеру повернуть. О, можно камеру поменять. Кстати, мне вот с такой камерой не очень. Я вот люблю вот с такой ездить. Так, ну хоть на красный он не выебывается, ладно? Спасибо, хоть на этом. Как, как, как включить-то, блин, скорости, ограничения? Так, это я понял. Будок. Ага. Скорость-то... Так. Снаряжение, инвентарь. Ладно. Фиг с ним. Я не знаю, как ограничивать скорость. Вам не кажется, что мы едем слишком быстро? Да мы катимся еле-еле. Че ты ноешь, а? Нормально мы едем. Ты что, на Формулу-1 никогда не ходил? Или что? Че тут происходит? Очень тупые. Вот придурочные. Так же, ребят, можете написать в комментариях, что стоит улучшить, что стоит убрать, что стоит добавить, или еще что-то в этом роде. В общем, пишите. У вас немного, поэтому я смогу прочитать все комментарии. Поэтому проблем с этим не будет. Пишите, я отвечу на ваши вопросы. К тому же, в описании будет ссылка на мою группу ВКонтакте. Так что, переходите по ссылке, подписывайтесь на группу. Там буду выкладывать какие-нибудь новости, проводить розыгрыши. Ну, в общем, делать все, что делают люди в группах ВКонтакте. Вот. Там же будет ссылочка на мой Инстаграм. Можете в Инстаграм залететь, подписаться. В общем-то, так. Так. Мы почти приехали. Серия уже длинная получается. Надо уже, блин, высадить этого чубрика и кончать, наверное, кончать. Пора кончить, так сказать. Да, вот это был последний наш пассажир. Паркуемся. Читафай. Я так ненавижу людей, которые так разговаривают. Этого должно хватить. Возьмите мои деньги, блин. Господи. Так, бегущий человек. Бита появилась. Бита, 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 бита. Это плохо. Я отклепнул кофе в машине и расслабился. В ожидании, пока появится очередной клиент. Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери. К чему ты это заметил-то? Гонщик, а? Вот же гонщик. Вы просто на его лицо посмотрите, а? Опа-на. Опа-на. Не понял. Не понял. Это что с бомжи? Кто? Мы хотим преподать тебе небольшой урон, чтобы ты запомнил свое место. Эти ублюдки запомнили номер моей машины и использовали его, чтобы выследить меня. Луи подправит тебе портрет. Так. Так. Кажется, надо бежать. Я уже приготовился. Давай. Так. Бегите в бар Сальери, двигайтесь в обход по переулкам. Ага. Стрелочки есть. Стрелочки это хорошо. Я сказал себе, что у мистера Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарен. Так. Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить бейсбольный биппи по голове. Угу. У нас есть 100 хп. И мы бежим. Так. Так, 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 так. Я очень сильно хочу. Я знаю, тут есть саундтрек. Я хочу этот саундтрек. Хоть чуть-чуть, блин. Вот хоть, вот. Ну хоть вот настолько. Так, по мне попали. А саундтрек ты где? Че? Не будет его что ли? Я же включил саундтрек. Эй! Че-то я... Че-то все как-то... Что-то вот все как-то... Не получается. Вот-вот. Че-то я говорю. Саундтрека. Он что-то нет. Никаких саундтреков. Все. Ладно. Хрен с тобой. Может появится потом, после перезагрузки в следующей миссии. Там, я не знаю. Так, мы уже почти пришли, но нас убьют, поэтому надо в переулок. Разъездились, а? Хороший сайт, брат. Так, нам наверх. Ах ты падла. Дважды попал. Так, я надеюсь, я иду сюда. Нет, я иду не сюда. Все, мне конец. Здорово, брат. Пошел вон. А где второй? Потерялся, что-то? Их же дымовое было. Это шпана разбила стекло. Это шпана разбила стекло. Куда идти-то? Ох. Чуть-чуть не успел. Блять. Да-да-да, я понял. Побежали. Стало ясно, что мне надо... Сам я не знаю. Блять, он сразу сходу попал, а? Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарен. Барс Альери был немного дальше по улице. Мне одному нравится, когда по нему попадают, он нагибается, стоит, пердит еще. То есть, блин, дальше бежать он как-то не торопится. Это есть еще максимальная скорость, с которой он может бегать. Здесь нельзя нажать на шифт, там бы быстрее побежать. Поэтому... Так, у меня уже 78 хп. 68 хп. Такими темпами, по-моему, я не добегу. Тут еще этот гандон, как всегда, выезжает. Старый добрый наш абасанчик тут стоит. Так, ну зато я уже помню здесь направо. Ну вот как они и стрелять успевают, и... Тьфу, блин. И стрелять успевают, и бегать успевают. Ёпрестэ. Я даже гречать не могу, у меня горло болит, если честно. Оно болело меньше до того, как я начал записывать этот видос. Но как бы, все ради вас. Я хотел... Я надеюсь, что кто-то ждал из этих полутора тысяч подписчиков, которые у меня уже давно есть. Поэтому, получайте, ребята. Поддержите лайком меня и мое больное горло, пожалуйста. Так, кажется, мы прибежали. Со второго раза. Так, машина слева. Надеюсь, она меня не собьет. Так, они что-то отстали. Они даже стрелять, по-моему, перестали. Так, мы забежали в бар. Там уже все на нас смотрят. Что за фигня? Опа, опа. А это что за фрейра? Зря вы туда зашли, пацаны. Очень зря. Все, пацаны. Были пацаны, и нету пацанов. Надо бар прикрыть. Там надо убрать кое-что. Клоузит. Вот такая вот история. Стоми прикручилась. Сальгери спасли меня, но я оказался в очень неприятной ситуации. Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятность. Это вредит репутации. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята с Альгери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за него, поэтому оставаться таксистом было опасно. И перспектива получать деньги с Альгери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах. Ну чё, пацаны, побегали за Томми? Так, вечеринка с коктейлями. Чувство, это уже следующая миссия, а следующая миссия будет в следующей серии. Ребята, спасибо, что вы зашли, спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь и ставьте лайки. Диалог, я хочу диалога, ребят. Я верю, что будет диалог, будет всё хорошо у вас, у нас и у тех тоже. Поэтому ещё раз всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую, рад всех видеть. В следующей серии увидимся, она не за горами. Всем пока.